ПЕСНЯ ПЕСНЯ Никто не может исправить своих дел, не любя ближнего и не заботясь о его спасении. Собственная польза каждого соединена с пользой ближнего. У кого две одежды, тот дай неимущему. И у кого пища, делай тоже. Иоанн Притеча Когда Димочка Обухов вот так вышагивает по улице с палочками, окружающий часто с недоумением оборачивается. Что, мол, за странные штуки у ребенка? Многие мамочки в такой ситуации начали бы стесняться и стараться как можно меньше времени проводить с ребенком на улице. Но Дима так радуется возможности ходить самостоятельно, пусть даже с костылями, что все остальное для Елены просто теряет значение. Он тоже может минут 30-40 походить, сказать, что мама, я больше не буду. И повиснет на них вот так, и висит. Как бы вот так. И мы как бы, я минут 30 там походила, я упадем на горку, чтобы как-то разнообразие на горку, на качаек, вот так мы идем. Конечно, мне неудобно, я вот смотрю, дети здоровые, как, ну, что теперь делать? Жизнь такая. В августе Диме исполнится 4 года. Но к этому времени малыш так и не научился ходить без опоры. Проблемы со здоровьем начались у ребенка с первых дней жизни. Я родила 8-месячного ребенка. В 8 месяцев было. Ну, у меня как родила, вот ребенок, сразу забрали его. Я сразу поняла, что-то не то. Как бы вот так. Все забрали, вот он без меня лежал. Все родители, мамы лежат с детьми, а я одна лежу, как бы вот так. Вот, потом нас перевели. Неделю-две мы отлежали в роддоме, потом нас отвезли в пятерку. Вот там мы все лежали. Ну, почти месяц. Я 12-го родила, а 6-го числа нас выписали. Когда Елену с Димой наконец выписали домой, женщина с облегчением вздохнула. Теперь все позади. В первые месяцы было и незаметно, что с Димой что-то не в порядке. Он много спал, не капризничал и хорошо кушал. Вот голову-то он нормально у нас начал держать, как положено, а вот переворачиваться, вот они как-то поздно начали переворачиваться, вот ползать, это все поздно. То есть вы замечали, да? Да, отстает от развития, от физического развития. В год и три, когда стало понятно, что отставание в развитии не компенсируется, Диму отправили на специальную комиссию. Именно тогда ребенку и поставили диагноз детский церебральный паралич и присвоили инвалидность. До этого времени Диме назначали только общеукрепляющее лечение. И только с года и трех ребенка начали лечить в специальных медицинских центрах для больных ДЦП. До года три мы лежали в пятерке в больнице. Раза два или три мы лежали в пятерке. Мы там получали больше лекарств, они больше всего, вот и капельницы нам ставили, массаж у нас был и все, как бы ничего такого не было. Ни ЛФК, ни физпроцедуры. А после года три нам дали инвалидность, нам их оформили, мы попали в талисман. Нам там очень нравится. Мы сейчас каждые три месяца там почти лежим. А сейчас у них много народу, ходят в трубой, в Львену все смотрят, там с трех лет берут. В интеллектуальном плане Дима совсем не остает от сверстников. Единственное, что пока не удается, выучить цвета. Зато малыш три года уже считает до десяти, уверенно собирает простую мозаику, рисует, лепит, знает несколько стихотворений. Но вот двигаться Диме намного труднее, чем его сверстникам. Малыш пока самостоятельно не одевается и даже не кушает. Ходит за две ручки. И когда за правую ручку его держишь, он более-менее еще ходит с одной рукой, а с левой, так нет, плохо. У него одна сторона сильнее, а вторая-то не сильно. Да. Да и вообще с аппетитом у Димы большие проблемы. Но Елена нашла способ кормить сына так, чтобы он не отказывался от еды. Все благодаря левведимы к чтению книг. Ну вот мама сидит, читает. Мы плохо очень кушаем. Я сама его кормлю, читаю книжкой пока это. Ему повторять же надо, он хочет повторять со мной, читать книжку. И получается, быстрее прожевала, быстрее и читает со мной. И быстро получается мы кушаем. Для него она, чем корыто, или под гусей. Главное Димочкина проблема в том, что малыш пока не может делать шаги без опоры. Да и стоять без поддержки тоже пока не получается. Чтобы этому научиться, нужно заниматься каждый день. Но Елена с Димой так хотят научиться ходить, что посвящают лечению все дни, с утра до вечера. Встаем мы в 8 часов, к 9 нам в садик. С 9 до 12 мы в садике. Потом мы едем рисовать. На Таганскую мы едем рисовать. Порисовали, едем на ипотерапию. Мы занимаемся на лошадках. Ездим на ипотерапию, приехали домой, покушали. Поспали. Вечером у нас в бассейн. Еще в бассейн мы ходим. Помимо этого, Дима постоянно ходит на занятия лечебной физкультурой. Несколько раз в год ему делают иглоукалывание. Даже в садик Димочка ходит не в обычный, а в специальный, с уклоном на развитие опорно-двигательного аппарата. Но и там малыш умеет меньше, чем все другие ребята из его группы. Ну, вот в садик ходят там все ходячие дети. Все ходячие. Вот она как воспитатель говорит. Он слушается, он все понимает, Дима, он старается. Бывает, что даже первый там отвечает. Вот мы сидим, занимаюсь, первый отвечает. Ребятка, говорит, все его поддерживают, все как не обижаются, ну что, как бы помогают ему. Дима может пройти несколько шагов с опорой, например, на диван или на мамину руку. Но чаще всего малыш ползает, как годовалые детки. По дивану, по стенке он может. Ну, все равно привычно в позе ползать. Вот привычно все равно. На этот позе он пришел в любой момент, в любую игрушку взял, поиграл, как бы вот так. Каждый пройденный Димой курс лечения дает результат. Кому-то со стороны может показаться, что Дима в сравнении со сверстниками ходит очень плохо. Мол, мама его не лечит. Тем более, что и формы детского церебрального паралича у малыша не тяжелая. На самом же деле то, что малыш вот так ходит, это именно результат интенсивного лечения, которое постоянно находит и оплачивает Елена. За счет средств от государства Дима ходит в бассейн и на ипотерапию. Несколько раз в год его лечат в специализированных учреждениях. За все остальное лечение Елене нужно платить самостоятельно. В прошлом году ей посоветовали показать сына врачам из специализированного санатория на Украине. Поездка стоила около 200 тысяч рублей. Собрать средства удалось с помощью зрителей телеканала «Союз». Очень много людей позвали, звонили, беспокоились, советы давали. Съездили мы в Паторию, полечились, начали делать три шага. Мы были чуть больше, чем полтора месяца. Прошли курс лечения. Гипсование мы не делали, потому что нам отказали. Сказали, что очень мало времени прошло. Были лечения, массаж делали, физкультура. Физкультура у нас от заезда до конца заезда была. Массаж также. Были иглоукалывания, гипотерапия. Мы там за свои отдельные деньги занимались. Были минеральные ванны, грязи. Как бы там, ну, приличные такие процедуры, которые мы сделали. Просто для них, конечно, результатов было заметно. Мы начали три шага делать. И хотя лечение принесло результаты, останавливаться было нельзя. Даже из-за недельного перерыва ребенок может потерять навыки, освоенные месяцами тяжелых занятий. Поэтому сразу по возвращению в Екатеринбург Елена с Димой продолжили лечение в местных реабилитационных центрах. Мы вернулись, мы вернулись в начало декабря. В декабре мы легли в девятку. Там около с деспортом. Вот, в девятке. А в январе мы легли в талисман. Там, на репутацию. В феврале мы легли на исток, ой, на изоплит. На изоплит санаторий. Вот. Все, сейчас вот в мае лежали, мы на талисмане. Сейчас вот в августе хотим лечь на изоплит. Не знаю, получится ли это, возможно, нет. Эффект от такого комплексного лечения появился еще в Евпатории. Дима начал делать сам несколько шажочков. Научился ходить за одну руку. А потом врачи отменили ему ходунки. Научились там в Евпатории ему на костылях ходить. Ну, вот, на канатку, костыли, как там правильно. Вот. Нам там их дали. Сначала на нас посмотрели, что мы на ходунках бегаем. Надо усложнять работу. Дали нам костыльки детские. Вот. И как бы уже здесь я сама приобрела. Вот ходим. Не постоянно, но ходим. Чтобы Дима смог и дальше ходить сам, ему нужно ставить ножку не на носочи, как сейчас, а на полную стопу. Этому мешает сильное напряжение мышц в ногах, справиться с которым пока не удается. Ходить с такими ножками ребенок, конечно, не сможет. Поэтому осенью Диму нужно оперировать. Мы поедем на операцию. Операция, гипсование и диспорт. Все сразу кончиси будем делать. И хотим уехать на три месяца. С разработкой сразу. Потому что гипс полтора месяца. Две недели на анализы задавать. Полтора месяца в гипсе ходить. И вот там, получается, месяц на разработку. У нас валикусные стопы. В первую очередь мы хотим выпрямить стопы, чтобы он свое равновесие полностью распределял на всю ступню. Не на пальчики, как мы делаем, а на всю ступню. А потом уже с пастику снимать. В ходу муками? Да. А еще с чем? С чем? А сам ходу муками умеешь? Нет. Падаешь? Да. Попробовал? Да. Получается у тебя? Я когда падаю, когда бегаю. Падаешь? Падаю, когда бегаю. Падаю, когда бегаю. А тебе нравится бегать? Да. Семья пробудет в санатории три месяца. Счет без учета стоимости операции гипсования составляет 275 тысяч рублей. Вместе с этими услугами он превысит 300 тысяч. Елена воспитывает сына одна. Месяц назад закончила университет. И таких денег у нее, конечно, нет. Дорогие наши, давайте сегодня мы поучаствуем в судьбе Димочки Абухова и его мамы Елены. Даже представить трудно, сколько сил было приложено, чтобы малыш скорее научился самостоятельно ходить. И сегодня Господь дает нам с вами возможность приблизить наших героев к этой долгожданной победе. Он говорит, когда, мама, я пойду, буду с тобой каждый день ходить на паровозике. Вот эти аттракционы. Аттракционы, паровозики, самолетики. Он говорит, хорошо. Так мы с ним договорились. Ну, потому что мы там раз в полгода сходим, покатаемся как бы вот так. А ему надо каждый день. Субтитры подогнал «Симон»